Ну что, добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в Феодосии. У нас продолжается путешествие по Золотому кольцу города полуострова Крым, и мы сегодня завершающая экскурсия посещаем Феодосию. В принципе, здесь довольно-таки комфортно по температуре, по настроению, и мы сейчас пойдем кататься на машинках, куда мы вас и приглашаем, прокатиться по городу, так сказать, в более быстром режиме, получить более полную экскурсию. Почувствуем мы с туристической фирмой RealTour, за что им огромное большое спасибо, и я надеюсь, что вам все остальное, то, что вы увидите, понравится. Ну и, в принципе, я уже читаю отзывы по прошлым видео из нашей экскурсии. Самый большой вопрос – сколько это стоит? Давайте, которое видео вы увидите в последнем, либо мы трансляцию проведем, и я вам полностью по полочкам все расскажу, где, что, почем, сколько общая стоимость, и все остальное. Итак, знаменитые собаки Феодосия. Ребята, посмотрите направо. Подошли. А теперь, ребята, внимание. За вами. Дом офицеров или клуб войсковой части, неважно. Как хотите назвать. Вот это здание с колоннами. Дальше каменный парус. Каменный, видели? За ним школа. Вот вы будете возвращаться обратно. Оттуда, от набережной. Стали спиной к морю, с правой стороны в Азовске. Мы сейчас выйдем, вы поймете, там еще уход. Прошли вот до светофора. Это самый важный момент, чтобы все вернулись обратно. Сейчас мы ждем красный сигнал светофора, идем уже на пешеходную улицу. То есть, он туда, там набережная. Сначала немножко пешеходного маршрута идти сам, а потом уже сядем на машинке. Зеленый светофор, заработал разрешенный переход. Кстати, вот в Симферополе было гораздо холоднее, чем в Феодосии. Здесь прям вообще совершенно другие ощущения, вот так сказать. Могут даже квас продавать, но я думаю, вряд ли это уже вопросы жизни. Как этот сквер называется? Это безымянный сквер. Зато здесь наливают иван-чай. Нужно попить чужими напитками едой. Нам нельзя, говорят, если вдруг они там копилизут, полиция уже в очереди стоит. Я думал, сейчас штрафы. Вот столовая по-домашнему тестировал на себе тоже. Бильярд. Вообще про то, что надо. Вот в этой столовой мы ели как раз со шотиком. Экскурсионные маршруты. Слушайте, аж жизнь-то кипит. Сегодня пятница вроде бы, да, друзья? Еще не выходные дни, но музыка играет. Все работает. Грузинская кухня, пожалуйста. Улица Галереина. Ну, странно, если бы она называлась по-другому. Пересечение Сайвазовского. Это запах сезона называется, ребята. Останавливается. Вон дальние скамельцы. Все увидели? Да. Вон она? Это для тех, кто посудился. Вот это поближе для тех, кто помирился. А вот там у нас. Вон она, видите, нет. Тут китворье и трафарейки. Это официальное место. Для кого? Для поцелуя. Вон официальное. Место для поцелуя. Знак стоит. То есть тут как раз в таком формате работает. Вот какая красота, ребятки. А с левой стороны? Ребята, отменируйся. Это уже дом Айвазовского. Вот он. Вот он начинается, да. Дом Айвазовского. Полностью, да, сейчас на реставрации? Да. Полностью, да, сейчас на реставрации? Полностью. У нас даже куда-то кроется или нет. Там что-то. Что-то пока... Видишь, окна все убираются. А вот это... А там кровлю подняли. Ну, сейчас их мало. Обычно тут их до 50 штук. О, как. Слушайте, я такого вообще не видел. Реставрации, чтоб кровлю подняли. Прям очень круто делают. Видите, фонтанчик, стоп. Есть. Финики продаются. Смотрим. Кофе, допустим. Капучино. Сейчас на канал. Кофе сиропом. Вот это там. Господи, кого там только на этом. Что-то здесь были раньше. Картинки продавали. Картинные. Галереи. А вот-вот-вот. Надо бежать. Я так понял. Места занимать. Кто лучше всех рассказывает? Скажите, на какую садиться. Я не знаю. Ха-ха-ха. Что-бы было интересно. Ну, это как раз. Я вперед. Картинные. Я почти всех рассказываю. Отлично. Вот она, посадка на машинке. Будет автоэкскурсия у нас. И мы поедем кататься. Смотрите, это набережная. И обратите внимание, сколько людей гуляет по набережной в Феодосии. Как вам? Круто? Но музей, правда, весь на этом идет. Реконструкция. Сегодня буду вашим водителем, экскурсоводом. Если все готовы, давайте будем отправляться. Закрываем двери, включаем кондиционер и отправляемся. Смотрите, кондиционер у нас постоянно работает, поэтому дует. Итак, те, кто у нас сидят спиной, когда я говорю, посмотрите направо, вы смотрите в противоположную сторону. Итак, наша экскурсия начинается от картинной галереи имени Иван Косиновича Айвазовского. Это был его загородный дом. Назвался он Вилла Мэстро. Сейчас закрыт на год на реставрацию. До 22-го года августа месяца. С левой стороны находился вход в дом сестры и художника. С правой стороны под его дом. Также на втором этаже раньше виднелись четыре скульптуры девушек. Путешествуя по Европе, Айвазовский любил коллекционировать скульптуры, чтобы позже ими догновляться. Также у него было две жены. Первая была англичанка и звали ее Юлия. Айвазовский вкладывал в него колоссальные деньги. Поэтому после рождения четвертой дочери что-то в их браке пошло не так. Она их решила забрать и увезти позже. Айвазовский нашел в себе вторую супругу настоящую любовь. Об этом мы еще с вами поговорим. Но пока по правую сторону мы начинаем проезжать Феодосийский музей древности. Раньше он находился у нас на холме Митридат, но во время войны был жутко разрушен. От него практически ничего не осталось. Также в СР в этом здании раньше находился роддом и детский сад. Сейчас роддом перенесли буквально на полтора километра дальше. Но пока по правую сторону мы начнем проезжать Гранд Отель Астория. Это самый старый отель нашего города. Знаменит он тем, что здесь остановился Юрий Гагарин. Со своей делегацией из пяти человек у входа отель имеется памятная табличка с его изображением. Здесь они у нас тестировали прыжки из парашютов, приземления на воду на воздушном шаре и прочее. Также у отеля раньше имелся бассейн на третьем этаже, куда вода подавалась прямо с морю и подогревалась. Но в ходе реставрации несколько лет назад он куда-то пропал. Пока же по левую сторону мы начинаем проезжать железнодорожный вокзал. Раньше он у нас имел только вот эту вот центральную часть. Был полностью деревянным и строился по проекту Айвазовского. Но был разрушен и отстроен именно в таком виде, в котором вы его и наблюдаете. А теперь скажите, смотрели фильм «Спортлото 82»? Да. Старый советский фильм. Комедия. Главные герои этого фильма выходили именно здесь. Отрицательные персонажи отправлялись на центральный рынок торговать своими знаменитыми апельсинчиками. Рубль штучка, три рубля кучка. Ну а в кучке три штучки. И также именно на этой площади и покупался тот самый счастливый билетик. Но пока по правую сторону в парке мы проезжаем памятник Александру Сергеевичу Пушкину в нашем городе. Он был проездом, путешествовал с Кавказа на Гурзу. Памятник был направлен именно лицом к морю, так как и в Азовске Пушкин догнавлялся морем. И также именно по приезду в Крым он и начинал писать свою поэму Руслана Людмила. Ну а по правую сторону мы проезжаем первую музыкальную школу. В принципе это здание ничем не примечательно, но раньше на его месте находился царский цирк Шапито, где и начинал свою карьеру Иван Максимович Поддубный. Русский борец, вы могли о нем слышать. Он боролся в разных городах с разными борцами и практически никогда не проигрывал. Но однажды у него был бой во Франции. Это единственный бой, который он проиграл. Бой был нечестным. О нем мы с вами еще поговорим, но на обратном пути. Пока же по правую сторону мы начнем проезжать кинотеатр Крым. Раньше у нас их было еще два. Пионер и Украина. Украина, к сожалению, окончательно закрылся, но пионер снова работает. Его можно посетить. Также архитектура этого здания интересна тем, так как раненый в его месте находился дом офицеров. Сейчас его принесли буквально на следующую улицу. Но до дома офицеров здесь была школа, где училась Вера Мухина. Вы можете узнать, она была советским скульптором. Можете узнать по таким работам, как колхозница и рабочий, серф и молот. Также она совершенствовала граненый стакан. Ну а по правую сторону мы проезжаем вечный огонь братскую могилу. Немцы в нашем городе были с 41 по 44 года. Поэтому, когда Крым присонили к России, городу дали звание город воинской славы. Ну а с правой стороны мы начнем проезжать фонтаны Зайвазовского. Делан его в восточном стиле. В 1888 году в городе был жуткий дефицит с водой. Нехватка ее. Всего лишь по 400 метров в день полагалось одному гражданину. Айвазовский не мог на это просто так смотреть. Он решил ввести сюда воду. Воду вел со старого Крыма. Это 26 километров отсюда. Ранее фонтан украшали 4 медных краника. И одна серебряная кружка. У кружки имелась гравировка. Выпейте воду Зайвазовского и его семью. Но она была серебряной. Поэтому провисела буквально несколько дней. Также возле таблички с именем, фамилией художника можно будет заметить еще две буковки. Изначально Айвазовский называл этот фонтан честь императора Александра III. Но тот посчитал, что для нее это слишком большая честь. И фонтан все-таки решили назвать в честь художника. Так как в принципе он его и делал. Но по левую сторону мы проезжаем памятник к Назукину. Можно заметить, что он привязан к камню. Это был красногвардиец, революционер. Его поймали белогвардийцы и жутко пытали. Пытали тем, что привязали к большому холодному камню. И обливали холодной водой. И позже попросту расстреляли. Но с правой стороны мы начнем проезжать фонтан доброму гению. По задумке автора, в середине фонтана изображена вторая жена Ивазовского Анна Никечна Саркисова. Именно она там изображена, так как после смерти мужа не оставила его дело. Она его продолжила. Вдруге практически в каждом доме появился водопровод. Но Ивазовский для нашего города был кем-то в роли мецената-благодетеля. Как мог, улучшал город. Итак, здесь мы с вами будем держать руки. Ноги вместе не высовываем. Итак, а по левую сторону мы начнем проезжать памятник Пионеру. Это будет Витя Коробков. Мальчик очень хорошо учился в школе и обладал фотографической памятью. Его дважды награждали путевкой в Артек. Но, к сожалению, второй раз ему не удалось туда отправиться, так как началась война. На войну он пошел за своим отцом. Он с первого раза мог запомнить расположение немецких карты штабов. И все это докладывал партизанам в Старый Крым. Но выйдя на очередное задание, их с отцом поймали и жестоко расстреляли. Мальчик не дожил до своих 15 лет буквально два дня до освождения Фиолусии. Всего лишь месяц посмертно дали ему героя. Ну, а по правую сторону мы проезжаем здание. Раньше здесь всегда находились только банки и только деньги. Как вы можете наблюдать, сейчас также находится Банк России. Первый этаж этого здания сделан в греческом стиле, а второй и третий в итальянском. Так как раньше это все был итальянский квартал. Итак, сейчас мы с вами проедем перекресток и продолжим. Итак, по левую сторону мы начнем проезжать Платановую аллею. Такие деревья в пространстве называют бесстыдницами. Так как лету они скидывают свою корову, а зимой наращивают также их иногда используют для осушения болотных местности. У них очень мощная корневая система. А другое название чинары, так турецкое название. Если вы приглядитесь, такие гладенькие деревья. Они только подсбрасывают свою кору. Ну, а по правую сторону памятная табличка имени Максима Горького. В принципе, улица в честь не у нас. Просто в наш город приходил он неизвестным. Звали его тогда Леша Пешков. Он хотел устроиться на работу в порт, но ему отказали. Позже, когда власти города узнали, кем же все-таки стал Леша Пешков, в знак изъединений повесили памятную табличку, будто он работал на спорту. Также назвали в честь не улицу. До этого эта улица имела название Итальянская, так как раньше это был Итальянский квартал. Но по левую сторону мы проезжаем Аллею Героев, Аллею Славы. Там стоят бюсты морякам-подводникам и водолазам. Там они стоят не просто так у нас раньше имелась школа, где учарить тех самых моряков-подводников и водолазов. Сейчас же эта школа находится в городе Севастополь. Итак, а мы с вами попадаем на территорию старого города. Раньше наш город делился на кварталы. Был греческий, армянский, итальянский. Сейчас мы будем попадать на территорию греческого квартала. Эта улица имеет два названия. Одно старинное, другое современное. Греческая и Чапаева. Но в Дреса правильные, на Дреса могли приходить письма. Это такой способ запутать наших туристов. Находясь в одной точке города, один навигатор может показывать одно название улицы, а другой другое. И в этом сейчас можно будет убедиться с правой стороны на углу дома. Но основным же названием этой улицы остается греческая. Так можно и не встретиться с олюбленным. Иди, меня ждешь. Итак, а по левую сторону мы начинаем проезжать здание. К сожалению, находится он сейчас в аварийном состоянии. Это первый корпус, где обучали тех самых моряков, подводников и водолазов. Но в здании имелся и второй корпус. И вот реставрировали, покрасили в розовый цвет и сделали феодосийским городским судом самым гуманным и самым гламурным судом нашего города. Все модные приговоры только у нас. Розовый суд. Ай, просто. Но по правой сторонам мы проезжаем единственные сохранившиеся греческие колонны. Можно у них на вершине наблюдать завитки в форме враньих рогов. Считалось то, что они отпугивают от злых духов. Также такие колонны установились при входе в богатые дома. Соответственно, здесь жил далеко не бедный человек. Но по левую сторону будут такие небольшие остатки старой стенки. Можно заметить, из каких старых камней она сделана. Просто многие дома и стенки старого города строились именно из кирпичей генойской крепости. Ее разбирали на строительные материалы. Итак, а мы с вами попадаем на территорию самого большого квартала. Тогда это армянский квартал. Также мы заезжаем на улицу имени Вити Коробкова. Неподалеку находится его школа, в которой он учился. На ее территории открыт небольшой уголок в очередь, и его можно посещать. Но по левую сторону будет постройка 14 века. Это армянская церковь. Церковь святых архангела Габриила и Михаила. К сожалению, пока находится она также в аварийном состоянии. И сейчас не действует. Еще знаменитова была тем, что часть своей жизни ей посвятил родной брат Айвазовского Габриэль Айвазян. Как вы могли знать или в ходе нашей дальнейшей экскурсии узнаете. Айвазовский был армянином и звали его Овунес Кайтанович Айвазян. Итак, а мы начинаем подъем к холму Митридат. Этот холм назвался Айвазовский. Путешествуя по Крыму, он побывал в Керчи, на горе Митридат. Она так ему понравилась, что он решил, почему в его родном городе нет такой горы с таким названием. Но как таковых гор у нас не было. И он решил назвать самую высокую точку города холму Митридат. Также он не просто так выбрал именно ее, так как все свое детство провел у подножия этого холма. Там находился его родительский дом. Но по правую сторону мы проезжаем здание. Раньше здесь жили при адрес немцы и сюда упал овес снаряд, разрушив часть здания. Также до сих пор наблюдаются следы от мин пульгранат, которыми обстрелился этот дом. Часть дома жилые внутри сделали хороший ремонт. Но посад решили оставить таким о памяти о тех временах. Итак, сейчас у нас начнется небольшая массажная процедура. Мы приближаемся к одной из лучших дорог нашего города. Поэтому потрясет, советую придержаться. Сбоку и над головами находятся ручки. Настолько, что плохо будет. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 В 2000-рядочке армянская церковь была, которая не восстанавливается? Мы вот проехали одну и следующая будет где крестили в Азовском. А, а. То есть две? Значит, я вот это. Просто я на машине как-то по другому мимо нее проезжал. Да. Можно с другой стороны, там тупик. А вон там, с левой стороны, видите, башенки, это то, из чего делали дома, разбирая. А жаль, блин, такая крепость была. Итак, помните, мы с вами проезжали Феодосийский музей древности. Так вот, раньше находился именно на этом месте и скрылся он за счет Айвазовского, но во время войны был разрушен. Также по правую сторону мы проедем столбы. Кто-то называет их милгирами. И ходят слухи, что если девушка к ним прикоснется, то все будет хорошо в семейной жизни. Но обычно к ним привязывая лошадей у входа в музей. Итак, а если вы посмотрите налево, то там будет виднеться одна из башен Генуэзской крепости. Вот если смотреть на колесо обозрения, от него буквально через дом. Это башня Константина. Раньше берег моря был намного ближе, а мы вал эту башню в двух сторон. Мы с вами еще и проедем на обратном пути и поговорим о ней. А пока можно выходить, подрекомендую вас. Спасибо. Итак, ребята, вот смотрите, что я знаю. Вот она крепость. Да, там основные данные у меня есть с видеосъемкой с Падрикой Так, которую я там делал. Здесь просто шикарнейший вид. На холме Митридат. Танк вообще шторм идет. Глядит, это прям бусы круто. Давайте, видите, вам покажу то, о чем он говорил. Вот колесо обозрения. Давайте, видите, правее можете видеть башню. Вот она. Виде, конечно, сумма помрачительная. Вот она крепость. Смотрите, тоже частично. Там, там, там. И вот там. То есть, посчитайте, какая была она, если бы ее не разобрали. То есть, для строительства домов тут было прям очень круто. Ну и, собственно, судостроительный завод. Мой этот порт. Ремонтный был. Ну, собственно, оттуда, наверное, это все камень привозился. Очень красиво. В сторону мы начнем проезжать геодезический знак, так называемую розу ветров. Здесь у нас встречается четыре воздуха. Борный, степной, лесной, морской. По этому море честь снега волнуются. Но также благодаря этому всегда свежий воздух, даже когда очень жарко. Геометка самая высокая точка, виденая со всех мест. Как я здесь говорю. На нее просто всех мест наводится, чтобы координаты точнее поставить. Но розу ветров она может видаться тоже. В плане того, что самая наивущая точка сам виден со всех сторон. Итак, а во правую сторону мы начинаем проезжать вид на Генуисскую крепость, на ее башне. У нас с вами там будет третья остановка. Также именно с этой точки начинался строиться наш город. И сама Генуисская крепость она шла вдоль берега, доходила до башни Константина. Я вам ее показывал, мы ее проедем на обратном пути. Вот этой башне Константина крепость ворачивалась сюда за этот холм и уходила обратно. За этим холмом находилась последняя башня, башня ФМИ. Это было самое большое укрепление генуисов на территории Крыма. Всего по Крыму было пять крепостей, но у нас была самая большая. Также есть довольно-таки интересная легенда, как генуисцы выкупали землю. Татарские хановы, они дали шкуру быка, сказали разрезать ее на веревки. Сколько километров из этой веревки получится, столько земли генуисцам и достанется. Они на ней самых лучших работников своего дела, которые разрезали шкуру быка на тоники и ниточки, связали из них веревку. Она получилась длиною пять и пять километров. Такой же длиной была наша генуисская крепость пять с половиной километров. Ну что же, теперь у нас есть время поговорить о том, как вообще начинал рисовать свои картины Иван Косинович Айвазовский. Начинал рисовать он в раннем возрасте. Рисовал на мокром песке, либо же брал затухшие угольки с костра и разрисовал стенки наших домов. Но местным жителям почему-то это не понравилось. Они решили пожаловаться к родоначальнику. Как-то прогуливаясь, родоначальник встретил мальчика, который рисовал на стене сначала. Он его решил отругать. Но позже увидел талант в его работе и решил отправить его в Симферопольскую художественную школу. Там Айвазовский проучился буквально три года. Там тоже заметили его большой талант. И решили уже отправить в Санкт-Петербургскую академию, где он закончил еще не одну академию. Побывал во многих городах Европы, таких как Франция, Италия, Англия, Испания. Но все же решил вернуться в родной город. Когда стал более богатым и знаменитым, начал развивать город. Говорили, что в свое время Айвазовский был главнее градоначальника. Что сам градоначальник отчитывал в Соберении в Востоке смирно, что творится в городе. Также свои первые три картины он продал в возрасте 28 лет. Стоимость только одной картины составила годовой бюджет города Феодосии. Это 30 тысяч рублей. На тот момент это были огромные деньги. Чтобы вы понимали, можно было купить корову за 5 рублей. Он же продал только одну свою картину за 30 тысяч. И после продажи этих своих трех картин, он и начинает строить свою знаменитую дачу площадью 2000 квадратных метров. И сейчас находится его картинная галерея, откуда, в принципе, у нас с вами экскурсия и началась. Но сейчас мы подъедем к нашей второй остановке. Это будет храм Субсаркис. Храм Святого Сергия. Именно там крестили, венчали, а также отпевали Ивана Косиновича. Именно на территории этого храма находится его могила. Я вам там проведу краткую экскурсию. У вас будет свободное время. Для того, чтобы погулять по территории храма, посетить сам храм, если время позволяет. Там очень красиво внутри. Старинные. А какого века они? 14 века. 14 века. Нет, это не вот эта церковь. Где-то есть еще одна армянская церковь. Вот она там. Нет, вот эта, которую мы проезжали, и еще одна есть тоже в разрушенном состоянии. А, может быть, в храме Ивирской иконы Божевателя. Там, на территории. Володь, ты проведешь? Приехали. Я уже снимал здесь, в этом храме, и показывал могину Айвазовского. То есть, это армянская церковь, храм. Итак, пройдемте. Итак, мы с вами попадаем на территорию храма Субсаркист, храма Святого Сергия. С левой стороны мы начнем проходить хачкар. В переводе с армянского это крест-камень. Этот крест-камень основан к столице геноцида армянского народа. Такие каменные кресты устанавливали, когда что-то случалось целому армянскому народу. Или, допустим, отдельно взятой семьи мог родиться мальчик-первенец. И такой каменный крестик могли поставить прямо в стенку церкви. Но позволить себе такого могли не все, так как церковь взимала за это новых плюсов делали из мрамора. Это тоже довольно-таки недешево. И мастер никогда не повторял свою работу. Все кресты были уникальны по-своему. Итак, а мы с вами сейчас начнем подходить к могиле Айвазовского. Но это не совсем могила. Это скорее склеп. Внизу находится помещение. День захоронен Иван Костянович. Также там прах его второй супруги Анликишны Саркисовой. Именно она была его младшина 39 лет. И пережила аж на 44 года. С ним познакомился в довольно-таки странных обстоятельствах. Айвазовский прогулялся по кладбищу, где перерасстрелил свою будущую вторую супругу, которая хоронила своего первого мужа. Подойдя поближе, с правой стороны мы сможем заметить надпись на армянском. Она переводится как «Рожденный смертным оставил бессмертную память». Ну а с левой стороны надпись будет на русском «Профессор Иван Костяновичаев Азовский». Очень интересно парень рассказывает. «Развищите, пропустите, бегу, бегу, бегу». В 15-16-ом году в 1888 году в реставрации храма принял участие самый Айвазовский. Он неоднократно топился и горел. Вот здесь, от ухода в храм, висел большой красивый колокол, который при пожаре, к сожалению, упал и разбился. Также до сих пор в местами наблюдаются следы от нагара. Входя в храм, мы как бы будем преклонять свои колени и голову. Эта часть осталась чуть попозже. У нас находится самый первый, самый большой установленный хачкар. Также можно наблюдать, что здесь очень много разных форм и видов. Но с правой стороны, вот здесь, в уголку, находится самый выделяющийся каменный крест. В таком щите, так как это не хачкар, это знак Гену. Если такой знак висел, то церковь была под защитой генуэсов и не платила налогов. Также внизу, с правой стороны, находился вход в подвальное помещение. Но, к сожалению, набрушился и было принято решение замуровать его. Также имелся источник. Но входа в храм висит прямоугольная табличка на армянском. Она приблизительно переводится как «Пусть уши ваши услышат, глаза ваши увидят молитвы наши». Это обращение к Богу. Итак, а по левую сторону находится дерево. Уникальное тем, что таких деревьев у нас к кому всего несколько. А то находится здесь еще парочка в Ялтинском ботаническом саду. Это нумидийская пихта. Его шишки растут не вниз, а вверх, как свечки торчат. Если уходя, вы подруглите его и уголочки. Они как будто сделаны из пластика, как будто бы искусственны. Итак, у нас здесь с вами вторая остановка. 10 минут свободного времени. Храм, как мы уже видим, закрыт, а так его можно посетить было бы. Итак, я вас буду ожидать через 10 минут у электромобиля. Больше никаких очкаров нет? Вот известных там кого-либо. Нет, ну, по крайней мере, я не знаю. Спасибо. Вот он, источник, который был. И вот он, вход в подвал. Жаль, что у нас, конечно, в храм не зайдем. Но смотрите на канале. У меня есть могила Айвазовского. Я все это снимал, все показывал. Жалко, конечно, что всей церкви целиком нету. О, кстати, здесь инжир уже можно найти, съедобный. Вон он. Оп, 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 оп. Инжир. Это инжир? Да. Это инжир. Бесплатный инжир. Ну, надо вот такой вот искать только. Вот, вот, вот. Чёрный. Не спилый, да? Спилый? Да. Спилый. Всё, не спилый. Вкусно. Вот как инжир растет. Сейчас я вот, как секрет. Ну, тут везде, на территории Крыма. Вот, смотрите, про то, что говорили, что какого-то пластиковые. Наши мужики полезны. Вот, видите, тоже хачкар. Ну, это интересная такая вещь, что можно было вмуровать. Придется. Беда лагер. Беда лагер. Да мне дома хорошо. Вот то же самое. Вот, видите. Вот такое. И так, по левую сторону мы с вами начинаем проезжать парк Морсад. С конца 14 века здесь находился невольничий рынок. И по слухам, именно отсюда было продано царевна Раксаламна турецкому султану Сулейману. Вы можете знать по истории, либо же по сериалу «Великолепный век». Ну, а по правую сторону мы начнем проезжать постройку 17 века. Это мечеть Муфтежами. Можно заметить, что верхний купол и медрят у них сделаны из другого камня, так как они были разрушены и позже восстанавливались по фотографии. Когда в наш город пришла Османская империя, у нас было около 39 мечетей. Это была одна из сохранившихся. Она до сих пор действующая. Ну, а сейчас мы с вами въезжаем в сердце района карантин. Карантин с итальянского переводится как «40 дней». Именно столько дней корабли, которые приходили к нам в порт, должны были отбывать свой карантин. Допустим, судно везло рабов. Рабы должны были здесь находиться 40 дней. Самые слабые. Больные, к сожалению, погибали. Но самые сильные отправлялись на тот самый рынок. Итак, мы с вами подъезжаем к нашей третьей остановке. Это Генуевская крепость. Постройка 14 века. Она строилась на протяжении 20 лет. Камень туда завозили иногда с других городов, таких как Франция и Италия. Так как наш местный камень не всегда подходил, а он был слишком користым и легко разрушался. Также, допустим, судно, которое находилось у нас в порту, чаще всего налог завозило не с ултым и серебром, а именно камнем, дабы ускорить и удешевить процесс построения Генуевской крепости. К вот таким хитростям тогда и прибегали. Но рядом с Генуевской крепостью у нас находится самое намоленное место Феодосии. Это храм Иверской иконы Божьей Матери. Его фундамент датируется 8-9 веком. Изначально там была греческая, армянская церковь. Но в 18 веке, когда в нашем городе была Екатерина II, она сделала из него православный храм, храм Иверской иконы Божьей Матери. И также именно на территории этого храма можно будет встретить памятник Афанасию Никитину. Автор ухождения за Треморья всего в мире памятников. Было установлено их три. Один находится в Индии, один в его родном городе Твери и один у нас. После своего путешествия у наших берегов он попал в шторм, остановился, начал писать свое произведение. А когда отправился домой, то по пути заболел воспалением легких и погиб. И здесь решили поставить ему памятник. Также буквально в 100 метрах от него мини-кладбище затонувших кораблей. В 17-м году буксировали турецкий сухакрус Бер. Посадили его на мель, пытались ремонтировать, но буквально через несколько дней он снова затонул. Итак, мы с вами приближаемся к генуэзской крепости. То есть строилось над генуэзцами и итальянцами. Стена высоты не достигала 12 метров. Башни высоту достигали 25 метров. Толщина уже стен была около двух. Сейчас по левую сторону мы начнем проезжать самый безопасный вход. Вход с башни немножко будет посложнее. Но хочу предупредить вас сразу, за ней грандиозного нет ничего. Там буквально в 100 метрах начинаются частные дома. И при желании туда можно заехать на своем автомобиле, если не знать, куда сворачивать. Но если подняться вот в эту башню, то там есть разлом, где и получаются довольно-таки симпатичные фотографии. Также все самое основное интересное будет находиться на территории старого города. Внизу, с правой стороны, храм Иверской, иконы Божьей Матери. Чуть ниже, с левой стороны, памятник Афанасию Никитину. Также буквально в этом году в начале сезона открыли для посещения армянский храм 14 века Георгия Победоносца. Он находится напротив памятника Афанасию Никитину. А в смысле, кто это тут живет? Я не знаю. Только сегодня вижу. Что-то как будто кино снимать. Поехали. Итак, наша третья остановка, 15 минут свободного времени. Это можно успеть туда-туда-туда. А что успеть можно? Можно на территорию храма. Все, вот это как бы понятно. Так, Генуэзскую крепость я снимал отдельно. У меня есть на канале. Вот эти дети бегают. А вот эти, вот эти. Там, Жанин Чутков. Старый город, православный храм Иерусской иконы Божьей Матери. Храм Дмитрия Солонского и Иерусской иконы. Храм Андрея Солонского. Видите, старые остатки. Ну и вот Екатерина здесь была. Знаете, вот круто просто. Когда ты слушаешь исторические такие моменты. Прям до мурашки. Видите, вычистили дорожку. Вот, причем, только-только это все делали. Старые. Причем, не мастили за мной, а просто почистили грязь. А тут мостовая, так сказать, вылезла оттуда, из-под низу. Какое-то кино здесь будут съемки проводить. Так, смотришь, на все лезли. Вот в то время, видите, водоотвод. Не знаю, честно, какой там век, да? То есть, если вода потечет, чтобы текла здесь. Рядом ступенечки сделаны. Ромянская, Постойская основная цепь. Класс. Решетки, конечно, немножко непонятные. Вот видите, как колонны были. Еще один вход. Блин, вообще сильное место. Тут тоже заложено окно. Редверь, что здесь было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.К Семкин Корректор А.Егорова Голицын. так вот настолько вот видите своды правда росписи ничего не осталось я думаю что это в советском уж время ну очень правда хотя вот роспись сто процентов же было то есть какая-то здесь две жар-птицы были и престол был рай здесь это все упало столько времен ничего она больше 200 лет была вообще закрыта вот эти хоть работали там до 2 года да вот этим восстановились а этот никогда не открывался все сюда хотели попасть никто сюда не мог попасть вот я приехал из москвы переехал сюда жить и пришел сюда и попросил ключи потому что это касается уже лично к армянам там наши православные русские да вот они это хотели тоже взять и себе здесь объединить типа целый комплекс но это армянская церковь да здесь все армянские ну ты екатерина в каком-то там еще веке переделал присмотритесь на постройки когда они построены все же переписывается понимаете ну так екатерина же говорит что она переделала из армянской церкви в то есть это официально правда они переделали там ну ради бога бог у нас один и самое главное быть христианином они русским или армянином это вообще не важно на самом деле я думаю быть христианином настоящим а настоящий христианин он милосердный он мудрый и он всегда на добрые дела дает согласие дай бог чтобы у вас все получилось восстановить настоящий христианин понимаете но понимаешь что русский мы христианин тут даже вот сейчас участного я был здесь третий или четвертый раз сюда приезжаю и вот сейчас как вас дорожка почищена вот камушки все сделаны вот этим можно спасибо просто круто вот абсолютно верный человек слова говорит пообщайтесь с человеком просто супер наши так туда дальше город кончается старый сейчас мы я пытался там как цвета мало вот так вот такая вот история но возвращаемся просили мне вернуться звезды вот эти скажу когда сотрутся эти звезды осветится весь храм пару слов скажите вопрос вот девушка меня попросила вернуться чтобы вот звезды эти показал это вавилонская звезда обратите внимание это вот хоронили специально святых монахов перед входом вот как монах сказал что я недостойный и когда сотрутся эти звезды тогда я буду святым а вот да вот уже был вход и такие же вот святые люди такие плиты где вы видите такие плиты не надо их обходить наоборот надо наступать наоборот надо проходить понял а и тут же был тоже вход получать все понял спасибо не заговернулся очень интересно что уже обратно что церковь же вот это не секундочку еще надо идти вот памятник находится слева но мы к нему не пойдем вот здесь вот церковь очень красиво сейчас старая древняя очень красиво тоже была армянская прошу прощения переделали а а а а и а и и и Тоже чьи-то мощи. Тоже чьи-то мощи. Я вам хочу сказать, что помимо всего этого, вот там вот можете видеть, что есть еще один молильный дом такой, тоже церковь. Я в прошлый раз нашел, но в нее входа нету, ребят. Отправляемся дальше, чтобы не задерживать всех, потому что вечередь темнеет и можем все не увидеть. Там еще есть памятник. Пока-пока! Пока-пока! Захватывайте церковь! Крепость тогда. Ой, церковь, крепость, господи, да. Прямо интересно, что они снимать-то будут? Ну, это скорее всего... Снимает какой-то фильм мелодраму. Мелодраму снимали? Мелодраму, да. Со мной там девушка поздоровалась, я так и не помню, кто это. Где-то там на маяке и здесь, на территории храма. Итак, по правую сторону мы с вами начинаем проезжать сейчас основную цитадель. Крепость, крепость. И так как бы находился отдельный город, он был длиной 600 метров, и здесь жили самые богатые люди того времени. На территории находились банки, театры, музеи. Также по правую сторону проезжаем круглые отверстия. Это отверстие вот ядра. Когда здесь была Сфантская империя, они обстрелили крепость с помощью катапульт. Настолько были большими ядра. И, соответственно, катапульты, которыми обстрелилась эта крепость. Но силой взять не получилось. Взяли хитростью. Те робы, которые болели, чему они их с помощью катапульт перекидывали за стенки города. И местные жители не понимали, что делать с делами. Поэтому их попросту хоронили. Но это была их большая ошибка. Позже они ее поняли и начали сжигать тела. Но это было бесполезным, так как они уже заразились. В итоге, испугавшись, они сели по своим кораблям и отправились по разным городам Европы. Тем самым разносящему по всей Европе. Можно сказать, это было одно из первых биологических оружий. Ну а теперь у нас есть время. Ну а теперь у нас есть время поговорить о том, как вообще образовался наш город. Как-то в VI веке греки очень долго плавали по морю. Они попали в шторм и молили Бога, чтобы тот помог найти им сушу. В итоге сушу они нашли. Решили образовать на ней город. Город решили назвать Феодосия. В переводе как Богом данная. Ведь для них эта земля оказалась действительно Богом данной. Позже наш город назывался Кафа. Когда же пришла Османская империя, она также захотела внести в историю свое название. И тогда город назывался Кефе. Левашикючук и Стамбул. В переводе маленький Стамбул. Но когда в наш город пришла Екатерина II, она решила вернуть первоначальное название городу. И с тех самых пор наш город так и называется Феодосия. Название больше не менялось. Но в этом году у города был праздник, юбилей. Исполнилось ему 2550 лет. Ну а по правую сторону памятник участникам Великой Отечной войны. К нам на помощь приходил корабль. Корабль назвался Красный Кавказ. Это был один из его якорей. Веснул целых три тонны. Но по левую сторону снова проезжаем тот самый парк Мурсад. Ранее на месте которого находился не в уличе рынок. Когда в наш город пришла Османская империя, рынок оброса настолько, что вмещал себя около 4000 человек. И начинался он приблизительно от начала парка. А заканчивался аж концом улицы, где мы с вами сворачивали кенуэзской крепости. Но сейчас по правую сторону мы будем проезжать последний памятник. Это будет памятник Довженко. Довженко был известен тем, что лечил людей от алкоголизма. При помощи гипноза одна из его клиник была здесь. Но вы также сможете заметить, что у него слегка затертые ладони. Такая хотела поверить, что если своими двумя ладонями прикоснуться к его ладоням, можно будет закодироваться. Кто-то пробовал, кто-то тер. Может, кому-то даже и помогало. Ведь главное это, конечно же, верить. Да, самое главное, хотите верить. Да. Ну а по правую сторону розовая стеночка. Она скрывает за собой военный порт. Вы его могли наблюдать с калмами. Тридат со смотровой площадки скрывал зону за двумя большими пирсами. Но по левую сторону Платановая аллея. Аллея Героев мы с вами там проезжали только с другой стороны. Также именно по этой стороне вдоль моря и проходила Генуинская крепость, которая доходила до башни Константина. Сейчас мы с вами еще ее проедем. А по правую сторону наш городской торговый порт. Именно здесь обычным грузчиком и работал Иван Максимович Поддубный. У входа в порт будет иметься памятная табличка с его изображением. Внизу можно будет прочесть фразу «Я русский борец, я им и останусь». Вот по правую сторону находится памятная табличка. Внизу фраза. Ну вот, да. Итак, как же возникла эта фраза? Возникла она во Франции, где был тот самый бой. Единственный бой, который он проиграл. Но бой был нечестным, так как француз полностью себя влил маслом. Иван Максимович никак не мог его схватить, тем самым проиграл тогда. Он просил реванша, настаивал на реванше. И в итоге реванш был назначен. Иван Максимович одержал победу. Вернул звание самого сильного борца в мире на тот момент. Ему предлагали остаться во Франции. Предлагали больших денег. Но он сказал, нет, я русский борец, я им и останусь. Но по правую сторону мы с вами проезжаем здание. Раньше это был трактир. Деливил частенько после смены отдыхать. Подобный. Сейчас же здесь находится военная комендатура. Но по левую сторону та самая башня Константина. Всего башен начиналось около 30. И сама же крепость была длиною 5,5 километров. И это было самое большое укрепление геносов на территории Крыма. Но вы также можете... Одна эта крепость, вот на горе мы сидели, она находилась на территории. Крепость, вот где мы с вами сейчас заезжали, вот начиналась она оттуда, шла вдоль берега, сворачивала на холм, которому... Мы были в Митридата. И уходила от Митридата обратно в ту сторону. Называется башня Константина, да? Да, да, да. Но вы также можете заметить, что эта башня сделана по-другому, ниже те две иные. Эта башня сделана в форме волнореза. Она сделана так неспроста, так как именно на этом месте, на котором мы с вами проезжаем. Раньше здесь было море, но было принято решение увеличивать прибрежную зону на 100-150 метров. То есть это все искусное наследие, по которому мы с вами и передвигаемся. Если б тогда в свое время этого не делали, неизвестно, как бы сейчас выглядел наш город. Может, у нас не было места для такой широкой набережной, но, может, не было места для железной дороги. Ну, а первые километры железной дороги прокладывал Иван Гасимович Айвазовский именно за свой счет, так как он просил помощи у правительства, но те ему сначала отказали. Эта башня названа сейчас по Бальдиспо. Я не живаюсь. Там были две башни. Это башня Криско и башня Кремитцево-6. Куда они у вас ходят? Это электрички по Крыму. Она по Феодосия. И поезд Москва для этого вся ходит. По-моему, уже не ходит. А по времени сколько она пойдет улететь? Я, честно, не знаю. Итак, руки-ноги вместе. 2550 это что у вас означает? 2550. А, ладно. Годовщина. Итак, на этом же наша экскурсия подходит к концу. После нее у нас в городе можно посетить Феодосийский музей, Древности, музей Грина, Цветаевых и Веры Мухины. Ну а дачу Стамбуле в картинных галереях, к сожалению, нельзя. Они закрыты на год на реставрацию. Дача Стамбуле закрыта до 22 года декабря месяца. Здесь можно где-то поужинать. А сейчас нам приедем. Да, вот здесь столовая Лимон, есть кафе Робистро Аркадия. Вот столовая Лимон. Вот Лимон. Столовая Лимон? Да, да. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего, приятного отдыха в нашем городе. Спасибо большое, Дмитрий. Вообще. Ну пойдемте хоть на море посмотрим. Зачем вы сразу есть хотите? Да, хоть покажу вам, где тут море. Достопримечательности. Так вот, я же говорю. А то сейчас запах чувствуете? Море. Море пахнет? Да. Правда? Да, хотелось попариться. Запах чувствуете? Чувствую. Йодом. Йодом. А я думал, морем. Сейчас я вас научу в Феодосии ходить на набережную. Это главное здание. Идемте сюда. Влево, влево. Смотрите, тут даже салфеточки плавают. Вон, видите, прямо вот от Дель Марк, вот этот туалет находится. И тут канализация города впадает, главное, в море. Но местные жители говорят, что Юрик, ты вот за этой речке зря переживаешь. Говорит, у нас труба тут метров 20-30 уходит, такая тысячная. И тоже в море все сливается. В Феодосии нет очистных сооружений. Приятного вам купания. Вот так вот это называется. Чувствуется уже, да? А то идут, говорят, йодом пахнет. Морем пахнет. Ну, а там можно не особенно пахнуть. Вот так вот, ребята. Во всех городах все впадает туда. И, в принципе, это, говорится, мелочи жизни. Зато посмотрите, какая красота. Можно было прогуляться по набережной, но я просто не знаю, надо нам искать. нашего экскурсовода, чтобы узнать, какую нам столовую идти. У ни у кого экскурсовода наши... Стоп, куда пошел, красный свет? Поезда берегись. В смысле? Когда он пойдет? Так, снимаем столовую бис. Этот человек все время ел что-то из деревьев. Вон он летит уже. И нас всех повел под поезд. Он нам ругается уже, говорит, все, уезжайте. Ну, вот-вот в этом все прям печалька. Ну, туда, наверное. Так, куда идти? В столовую? Вас ждем. Это столовая вот, которая лимон, да? Ага. Вот она, вот она. Все в лимон! Пойдемте. Столовая. Так, ну, я думаю, что еще не закончим еще. Ну, если заканчиваем, ребят, ну, все показал, все рассказал, все по-честному, все как есть. Желаю Феодосии прям новые очистные сооружения, чтобы и у них море стало еще красивее. Город преображается просто на глазах. Благоустройство, везде плиточки снимают, асфальт прям перед нами начали на центральной пляже. Ой, площади это все делать. Это очень круто. Я вам завидую. От души желаю всего самого лучшего и прекрасного. Продолжение следует...